всем привет с вами яблочко и сегодня у нас снова разговорный формат я решила записать уже получается второе видео в таком формате и сегодня будет видео связаны со спортом то есть разговорный формат и спорт что немножко странно в общем то сегодня я хочу поговорить про травмы потому что это действительно очень важно у меня на канале уже выходило видео про травмы но она все равно было достаточно поверхностным и в том видео я в общем то больше говорила скорее о том что важно показаться врачу при травмах но так глубоко я не углублялась в эту тему если вы хотите вы можете посмотреть по подсказке она в общем доступе так что переходите смотрите в общем то всегда принято считать что травма это какое-то такое событие которое должно обязательно вычеркнуть тебя из спорта многие врачи сразу начинают паниковать то есть там не значил человек спортсмен мы сейчас как бы говорим больше о спортсменах правильно спортсмен получил значит травму и все ему там начинают врачи говорить что все он там чуть ли не умирает там ему сразу три месяца там без движения вообще чуть чуть ли не лежачий больной то есть все вот начинать какая-то паника и сразу же звучит слово обездвижить то есть вам нужен там покой допустим в течение трех месяцев и вот это почему-то какая-то вот распространенная практика что вот все травмы нужно лечить покоем но на самом деле травмы далеко не всегда лечится с помощью покоя потому что наш организм как известно умеет сама регенерироваться и он умеет сам восстанавливаться и даже он может нам подсказать как правильно восстановиться в природе все в общем то предусмотрено и поэтому нужно просто грамотно уметь направить свой организм чтобы он правильно использовал собственные ресурсы и совсем не обязательно во время травмы быть каким-то обездвижным там сесть и все и такой несчастный все у меня закончен спорт нет это далеко не так и более того я сейчас скажу наверное странную вещь но при многих травмах можно и даже нужно тренироваться просто для того чтобы тренироваться травмами нужен грамотные спортивные реабилитолог то есть это должен быть врач который именно специализируется на спортсменах на спортивных травмах и это должен быть врач который в совершенстве знает биомеханику и так далее в общем то я сейчас читаю одну очень интересную книжку вот здесь я оставлю фотографию в этой книжке как раз таки и описывается как восстанавливаться как самодиагностировать у себя травмы и вот там как раз таки с первых страниц написана фраза о том что наш организм может сам восстанавливаться эту книгу написал бы написала точнее мы же используем феминитивы правильным уже с вами феминистки эту книгу в общем то написала кандидат медицинских наук очень умная женщина которая ну так я как бы грубым языком говорю которая в общем то поставила на ноги вылечил не один десяток людей и вот все что было написано в этой книге книга очень интересно если вот вы хотите действительно как-то вот больше узнать свое тело с медицинской точки зрения вот реально вот просто прочитайте эту книгу я вот ее рекомендую и все чего я достигла свои знания путем опыта то есть все к чему я пришла в отношении тренировок все это на самом деле описано в этой книге чтобы вы понимали до этого я эту книгу не читала то есть я путем опыта даже не зная медицинской точки зрения до этого дошла а это говорит о том что это действительно так оно и есть в моей жизни очень часто случались травмы у меня было порядка 15 переломов растяжение связок и так далее тому подобное ушибы не знаю в общем вывихи все что только можно у меня было все и тем не менее я до сих пор гнусь я человек змея как вы это можете заметить по моим фотографиям по этому каналу в принципе у меня до сих пор супер огромные шпагаты одни из лучших в мире ну это я говорю сейчас не для понтов а потому что так оно и есть об этом мне говорят люди я это знаю ну как бы что есть то есть а много для этого работала и мне мои травмы совершенно не помешали то есть да это было тяжело но я сумела восстановиться и сейчас я живу абсолютно без последствий меня ничего практически не беспокоит чтобы понимали у меня пять раз были сломаны позвонковые отростки и более того эти отростки задевали мышцы у меня была огромная гематома в спине у меня остались до сих пор рубцы на мышцах спины я их даже чувствую у меня было воспаление в колене очень сильно распухла нога в пять раз у меня вообще просто было бездвижно неделю у меня был перелом копчика в раннем детстве я этого даже не помню я об этом узнала спустя много лет на консультацию врача мне сказали что у меня есть признаки вот ну когда мы делали рентген сказали что есть признаки старые давние вот травмы копчика я ломала неоднократно пальцы на ногах вот этот палец я ломала на руке то есть как вы понимаете травм был у меня предостаточно а еще у меня было неоднократно растяжение в области тазобедренного сустава у меня скапливалась жидкость там поэтому травмы эти кстати как вы поняли достаточно серьезные но тем не менее я каждый раз восстанавливалась и вот я сижу перед вами абсолютно здоровая и тренирующийся и уровень у меня ну как бы я очень очень гибкая то есть сами понимаете я также еще езжу на лошади прыгаю через препятствия я также делаю о фп то есть в общем то я себе ни в чем не отказываю можно сказать так и опять же я тренировалась во время травм да это действительно так но это не такие как тренировки которые мы привыкли думать я консультировалась и с врачами и своим опытом как-то вот составляла себе методику тренировок которая подходит именно мне кстати между прочим вот по поводу организма действительно когда я пробовала восстановиться после переломов позвонковых отростков мой организм очень сильно мне в этом помогал то есть я интуитивно чувствовала как мне лучше потренироваться сегодня что мне сегодня лучше сделать то есть я не знала медицинской подоплеки я не врач я не спортивный реабилитолог но я вот даже интуитивно делала то что было для меня полезно и то что мне помогало поймите наш организм он действительно очень умный и очень часто он нам посылает какие-то сигналы то же самое питание когда мы питаемся мы допустим бывает хочется нам сладкого если вот вам резко вот захотелось сладкого вот именно здесь сейчас съешьте это значит что вам это действительно в данный момент нужно ли там соленого захотелось то есть наш организм дает нам понять когда ему чего-то не хватает когда ему что-то хочется сделать поэтому обязательно во всем прислушиваться к своему организму и то же самое с травмами наш организм создан для того чтобы двигаться мы и так ведем достаточно сидячий образ жизни потому что как бы 21 век компьютерной технологии все дела но это неправильно с точки зрения природы наш организм должен всегда двигаться у нас должны быть расправленные плечи когда мы сидим вот так вот у нас потом болит спина то есть этого допускать нельзя и я всегда говорю так движение это жизнь и движение в том числе помогает восстанавливаться при травмах если вы с какой-либо травмы лежите вот так вот просто пластом и ничего не делайте вы будете восстанавливаться гораздо дольше чем если вы будете делать специальная лфк которая вам поможет разработать конечно же спортивный врач и не говорю что нужно там все бросать при травме там со сломанной ногой идти там и начинать там тренироваться полусилы нет совсем не так просто нужно действительно консультироваться именно с грамотным врачом который специализируется на спортсменах он вам поможет подобрать такой уфк которая будет щадить травмированное место скажем так и при этом вы вы сможете себя поддерживать форме и более того я всегда говорю еще что чем крепче мышцы тем меньше вероятность у вас травм вот если у вас хороший мышечный корсет у вас вероятность травм гораздо меньше чем если его нет вот приведу простой пример почему у меня было 15 перелом потому что я болею гипермобильностью то есть у меня супер гибкие суставы по могу прекрасно гнуться вообще мне ничего не больно но при этом у гипермобильных людей по природе своей очень слабые мышцы а слабые мышцы как раз таки и приводит к тому что у нас кости более подвержены к перелому также у гипермобильных людей много коллагена в связках и в суставах и соответственно когда в организме много коллагена человек становится мягкий резиновый да он гнется но у него вот есть такой побочный эффект как переломы поэтому сейчас я очень много работы над уфп раньше я могла там с халтуре где-то что-то не доделать там типа ладно я сегодня погнулся в по не буду делать вот лучше вы забейте на гибкость один день если вы сильно устали но никогда не забивайте на офп вот это прям убедительно моя личная просьба вот не повторяйте моих ошибок никогда не забивайте на офп чем больше у вас мышечный корсет точнее чем он крепче чему сильнее тем меньше у вас будет травм вот сейчас я год очень так плотно занималась подкачкой у меня даже появились кубики пресса сейчас их показывать не буду но я даже в инсте выкладывают видос такой и у меня переломов в принципе вот за последний год не было потому что я опять же говорю закачала мышцы и более того мне стало намного легче тренироваться и все мои знакомые там гимнасты танцоры у кого сильные мышцы им даже гнуться легче то есть понимаете когда мы закачиваем мышечный корсет мы и чувствуем себя лучше и у нас сразу все получается и нам не нужно там растягиваться там вот это вот чтобы вас там жилы вам наизнанку выворачивал тренинг когда ты все делаешь правильно организм сам все делает все получается потому что я еще раз повторюсь мы созданы чтобы двигаться и чтобы тренироваться и в теоретический организм склонен к подвижности склонен к тренировкам поэтому для того чтобы все получалось хорошо чтобы было и гибкости то есть у 5 10 действительно в первую очередь нужно работать над мышцами даже казалось бы как связана растяжка и мышцы да напрямую связаны и есть что-то кстати такой миф что если у вас закачаны мышцы вы будете хуже гнуться вот вот этому вообще не верьте это нифига не так я закачала себе мышцы я от этого не стала менее гибкой у меня прекрасные шпагаты и это совершенно никак не мешает гибкость есть например тоже джордан макнайт вы посмотрите какая она сильно она блин стоит на одной руке вообще там с легкостью нем мышцы просто многие такие мышечные руки но тем не менее вы посмотрите какая она гибкая ну то есть но это просто что-то с чем-то движение это жизнь поэтому восстанавливаться и тренироваться вполне себе можно я вам больше скажу когда у меня были словно позвонковые отростки у нас я лежала в больнице и там был тренажерный зал и я каждый день кроме выходных потому что по выходным не работал этот спортзал я туда ходила со мной был специальный врач которые в общем-то мне рекомендовал какие-то упражнения я их делала то есть даже при переломе позвонковых отростков понимаете я не была без движена мне сами врачи назначили гимнастику лфк я ходила на эллипсе там на дорожке вот этот велик крутила педальки у меня там еще на балансире что-то делала короче у меня была тренировка такая достаточно нормальная в день потом когда я пришла домой я сначала я делала там только шпагаты потом уже в течение года постепенно пыталась вернуть гибкость с гибкостью конечно сложнее но тем не менее вернулась и все все у меня хорошо то есть понимаете травма я к чему это говорю травма это не крест на вашей карьере спортивный и это не значит так же что вы должны быть обездвижены нет вы можете двигаться еще как и если у вас даже допустим вот ну перелом пальца условно говоря там на ноге вообще можете тренироваться полноценно просто ну конечно не прям чтобы там сильно но какой-то вот ну главное на эту ногу нагрузку как бы давать поменьше но вы можете это делать я так делала так делали многие спортсмены и это нормально потому что просто опять же это делается под наблюдением врача и я могу сказать по собственному опыту например когда я ломала пальцы я их очень много раз сломала на некоторые переломы мне накладывали гипс ну там когда я была мелкая все на некоторые я не хотела накладывать гипс я просто не обращалась травмпункт мне не накладывали так вот те переломы на которые у меня был наложен гипс срастались сложнее и потом очень сильно болели пальцы а когда не накладывали срастались быстрее и ничего не болело то есть и еще более того под гипсом натираются всякие раны том-то может идти гной и очень много всяких проблем то есть я опять же сейчас скажу к чему это говорю конечно в некоторых случаях при некоторых переломов гипс обязательно нужен но опять же не всегда далеко не всегда то что при любом переломе нужен гипс это еще один стереотип который в общем-то не имеет под собой никаких оснований ну конечно же это решает врач накладывать гипс или нет но тем не менее далеко не всегда он нужен то есть очень часто можно обойтись и без него например скажу у меня на ноге был сломан один из пальцев он был полностью раздроблен мне наступил конь на ногу вообще то есть на две части так ну отлетела только кожи вот так стягивала и все и мне не наложили гипс мне сказали нет гипс здесь как бы не нужен он должен срастись сам потому что гипс тут не поможет и он действительно сросся сам я тренировалась причем тренировалась полноценно единственное только ну на сам палец как бы не наступала но тренировалась вполне себе делал гибкие элементы все и он сросся то есть представляете палец который вот было две части вот условно говоря вот такой вот между вот вот так они были то есть полностью сломан а он меня срос казалось бы чудо нет не чудо просто я дала своему организму восстановиться самому и это действительно так и например опять же вот если мы говорим об этой книжке там на первой странице рассказана история про мальчика который страдал синдромом дауна его привели родители вот как раз таки к реабилитологу профессиональному врачу мальчик не ходил не ползал врач просто простимулировал там нажатием на специальные мышцы и он тут же на осмотре пополз то есть что он сделал он врач просто простимулировал некоторые мышцы он показал родителям как стимулировать эти мышцы и через некоторое время ребенок пошел и это не какое-то чудо это просто наука ну что ж подытожу некоторые итоги видео я так подозреваю получится очень длинная я надеюсь что вы досмотрели до этого момента и послушайте такое вот финальное заключение травмы это не конец жизни это не полное освобождение от тренировок это не конец вашей жизни это не конец вашей спортивной карьеры вы можете восстановиться практически после любой травмы вы можете даже тренироваться с травмами и ваш организм будет прекрасно саморегенерироваться все что нужно для того чтобы активизировать этот процесс это хороший спортивный реабилитолог который вам поможет второе это выполнение его рекомендации он вам составляет тренировки под вашу травму с учетом вот всех ваших все логических особенностей и так далее и третье хороший позитивный настрой и четвертое это слушание своего тела если вы будете его слушать если вы научитесь это делать вам на самом деле но не страшно практически ничего а ну и 5 это работайте над мышцами вот просто мой вам совет работайте над мышцами мышцы это наше все вообще опорно-двигательная система это самое ну вообще просто основное с чего я считаю начинается человек поэтому я желаю всем здоровья счастье без заботной жизни без травм ну а на этом я с вами прощаюсь вы не забудьте пожалуйста подписаться на этот канал а также на меня в инстаграме потому что мне пишу очень много постов о спорте просто какие-то мои фотографии жизни выкладываю надеюсь что вам там будет очень интересно ну а вот теперь я уже с вами прощаюсь и всем пока